Мы поехали вот так вот к пляжной территории здесь, ищем парковку, а ее... Сейчас ждем он на ливинг, он, говорю, отъезжающий. Сейчас он отъедет, мы, наверное, припаркуемся. Вот здесь перманент паркинг, same, right, no sign, permanent only, from 11 to 6, right? Здесь вездешна парковка знаки, здесь вот там есть красный знак, вот этот знак, там написано permanent, это перманент, вот легко запомнить. Помните, девочки, была эта завивка, permanent. Перманентная завивка была, permanent это временный, ой, постоянный. А темпоральный это временный. Так, вот так вот мы встали. Смотрите, вот электрические счетчики, видите, дом пожилой. И вот снаружи электрический. Ханя, вот здесь электрический метр. What's there? Is it for this house, right? Электрический метр. You would think it was for, yes. Да, говорит, от дома. И не вот так низко, видите? Ну, то есть. There's a lot of them. Они говорят, а, вот там вот еще много, говорит, ага. Вот на доме. Ну, на доме там хоть выше. А здесь низко вообще с кустами. То есть ниже моего роста. И здесь никто их не бьет. Вот эти стеклышки. Мне все время, когда я смотрю на это стеклышко, я вспоминаю, что в России обязательно из рогаточки пулянули бы. Но. Дети, дети. Я про детей. Что интересно про рогаточку. У меня Хасбенд ее очень хорошо знает. И все время пулял из нее, говорит, в школе. Слушайте, вот это да. За кого замуж вышла. Смотрите, какой красивый куст. Ну, и вы не представляете, какие они колючие. Как они дерут все, что им попадается. Они сами прямо эти кусты пристают. Прямо сами пристают. К нему невозможно дотронуться. Ну, сейчас не знаю, в этот сезон ли они пристают. А вообще все, что стоит рядом, у нас было. Мы парковались под ним. Ну, то есть парковка. Ну, то есть вот этот паркинг лад. Около дома под ним был. Ну, так вот, под кустиком. Невозможно было. Все время цеплял машину. Ну, прямо как когтями цеплял машину. Ужас. Мы его вырезали, этот куст. Я вам рассказывала, да? Вызвали людей. Приехали два пацана. А пацана как-то... Что-то не дома кто-то там делал что-то. Не помню. Или что-то ему привозил. Хасбан, то есть дома. Ну, домой. А он говорит, да вот куст надо обрезать. У вас, говорит, нету никого. Рабочим. А он говорит, да давайте мы сейчас его. О, вдвоем, да? И два таких 25-летних молодых орла. И они были в шортах. И я вот не помню, что они были голые. В майках. У меня в майках они были. Это душ. Для ног и для этого. И в майках они были. Они гол фешт. Ага. Они пошел. Первый пошел. Ну, и это самое. И они начали его резать. О, это мы сейчас. И говорят, сколько заплатите? Столько-то там, да? И начали его резать. Хасбан что-то дал там. Ножовку какую-то им. А, или у них было. Было, было. Что-то такое. И, короче говоря, они не ожидали. Но они не резчики кустов. Они там куда-то были. Я не помню, кто они. Ну, например, там плиточник какой-то. Не помню, кто они были. Эти пацаны и начали с кустом бороться. И вы не представляете, что у них... Вы не представляете, что у них ничего не получалось. То есть, они, эти колючки цепляются за них. И я смотрю на футболках. Кровь начала выступать на теле. Вот через футболку. Они сняли футболки. Они опять... У них все тело было окровавлено у всех. То есть, надо было залазить под кусты. Там его резать с корня. Да, кошмар. Поцарапали все тело. Бедные. Они, мы беды с сайта. Зара, вейт. И так же ж хорошо. И так хорошо. Ой, как хорошо. Полно народа воскресенья сегодня. Не люблю я, когда вот стука народу на пляжах. Песок так ничего. В воде мало людей. Что, холодная, что ли? Как вам эта водичка? Смотрите, какая вода замечательная. Ой, она поймала что-то рыбку. Смотрите, смотрите, смотрите. Ах! Она ее съела. Ой, какая вода. Замечательно. Ой, такая свежая такая водичка. Свежая. Рыбки, рыбки. Видите рыбок в воде? Фиш. You see group of fish? Фиш, honey. Смотрите, серенькие. Ой, honey. Меня толкает туда. Серенькие такие. Сказали, не увеличивая, не видно ничего. Ну, как же вот не увеличить? Ой, сегодня очень много этот самый. Латиноамериканская публика. Всегда на выходные они едут большими компаниями. И вот еще что. Компонуется. С родственниками, с друзьями. Очень встречаются целыми кучами. Это Латинская Америка. Белые американцы не так. У них семья, дети, да? Друзья, да? Но не 20 человек одновременно. А у этих 20. И так же около дома. Все, кто жил в латинских кварталах. Ну, поначалу, когда русские приезжают. Да, поначалу, не поначалу. Ну, кто победнее, да? Там езжа подороже. Такое же жилье будет. Ну, примерно такое, одинакового нет и нигде. Но примерно такое же жилье будет. Примерно такой же район. Ну, по стоимости, да? По цене. А если это будет латиноамериканский, там много, то учтите, что там будут танцы по латинскую музыку. Все время музыка. И все время куча народу. То есть дом, квартира будет небольшая, но там будет народу тусоваться много. Даже они не живут, но они приходят, тусуются и так далее. Понятно. Статность у них такая развита. Очень сильно. Не все там, наверное, народы, потому что в Латинской Америке много народов. Но во всяком случае так. Вот. С русскими не сравнивать. Русские делают вечеринки, но периодически. Также американцы. Все-таки мы поближе к белым американцам по менталитету, чем к латиносам. Ой. Афро-американцы тоже кучками тоже любят встречаться, жить. Но не настолько, как эти латиносы, по-моему. Они все-таки больше американцы. Ой, слушайте, ну вода такая. Вот про что я здесь разговариваю, да, девочки? Плывет такая посудина большая. Такая большая посудина, а на ней написано... В общем, а, этот самый, реклама лимонада. Лимонад advertisement, right? The advertisement lemonade. Yeah. Как интересно. Устанавливают щиты, и они... Лимонад рекламируют. Как красиво, хорошо. Как красиво, хорошо. Просто замечательно. Can't read the other words. I know what I am. А, так оно меняется. Это же этот экран, который... Электронный. Меняется картинка. Все подряд там, поняла. А то с одним лимонадом, что ж... Пиво, да? Is it beer? No, it's water. No beer. It's vodka. Vodka? No honey, it's cannot be. Неужели на пляже... What? Is it alcohol or not? It's like Corona, right? Но... Навряд ли, чтобы алкоголь рекламировали на пляже. Не. Что-то там другое. Ну ладно, значит... Ложимся мы. Вот напротив, вот здесь вот нас, вот эта испаноязычная компания. Они все время под навесом. Не хотят быть темнее, потому что они и так темные. И все время полно народу. Зонтик улетел у женщины. На нас. Ну, улетела она, начала его ловить, другая подбежала ловить. Она говорит, ой, извините. А я думала, что Мэри Поппинс, говорит, здесь. Ну, она с дольцом вечно ходила. Ой, Мэри Поппинс. Ой, Мэри Поппинс. Оставили пляж. Оставили пляж. Пошли. Фу, какая жара, боже. Вода такая прохладненькая. Но вчера, позавчера было прохладно. Боже мой, кошмар, какая жара. Дышать нечем. Но будет теплее. Дядя ждет меня проехать. Так, 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 так. Мы говорим, как он поедет по песку. Так, сейчас я пойду, помою ноги за вот этой девочкой. Пошли мы. Юницы под сдачу здесь эти сдают людям. А может и сами живут кто-то. Не знаю. Наш с вами куст замечательный, который сам тебя хватает. Ты его не трогаешь, он сам к тебе приползет и укусит. Есть ярко-красные, есть такие, есть бледно-розовые. Очень красивые. И цветет, между прочим, очень долго. Красиво. Зимой даже иногда у нас. Выехали мы с пляжа. Ой, как жарко, боже. Какая жара. В машине жара, но уже остыла. Включаешь. Вот тут самое зажигание и кондиционер побольше. И ждешь минуты три, пока машина хоть немножко остынет. Вот. Здесь нагрев в машине практически не нужен. Очень редко я зимой, но иногда в холодные дни включаю. А так только кондиционер. Вот такой был пляж. Красивый. А женщина там, я не знаю, выложу там я кусочек тот или нет перед нами. Прямо толстенькая. Близко прямо к нам. То есть мы лежали, близко подошла. Были места вокруг. Вот у них есть такая манера. Вот близко подошла и прямо фронтом, да, к нам вперед. То есть ногами, ступнями к нам. Толстые ляжки. Прямо рядом, рядом легла. Ну это какой-то кошмар. У них есть такое. Вот я когда прихожу на пляж, я ищу место, где попросторнее, чтобы людям не мешать. Не из-за того, ну что, ну чужие будут приближаться близко, да. Тем более, если места есть. Это ж не так, как на пляже в фильме «Будьте моим мужем». Помните, Проклова там играла с Мироновым. Что он ее по шляпе находил. Потому что народу столько. Помните, шляпы там вот такие были большие у многих. Народу столько на пляже, что просто люди вместе лежат. Прямо вместе. Кошмар. Да я помню даже это в Советском Союзе. Кошмар был. Сейчас не знаю как. Сейчас, наверное, не так. Сейчас же ездят в Турцию, да, людей. Отдыхать. Вот. А раньше было именно так. Так вот, ищешь место. То есть это сегодня воскресенье полно народу. А так людей поменьше. Нет, обязательно подойдет, ляжет недалеко. И часто так вот посматривает. Особенно если одна. Ей скучно, вот посматривает прямо. Вот если ты ей скажешь хелло, все, она с тобой заговорит. Это какой-то кошмар. Есть такое у них. У американцев. У американцев. Такие дела. За нами трафик. Ууу. Так, сейчас лагбаум должен открыться. Открывайся. Ну, когда что-то откроешься. Одна створка. Та дорога открылась первая, потом эта. То есть навстречу нам движение через... За этими пальмами другая дорога навстречу машины. Ну. Во, поехали. Наконец-то. Наконец-то. Очень много мостиков во Флориде. Вообще в Америке очень много разводных мостов. Такие маленькие пиндюрочные мосты. И небольшие эти каналы. Ничего там незначимого нет. Это мосты разводные. Очень много... Особенно во Флориде. Очень много на лодках людей. Им дают возможность проплыть. То есть это кораблики. Вот они тут кораблики эти. Это же для корабликов сделано, да? Понимаете? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.